Высоких гостей традиционно встречали у въезда в город с хлебом и бокалом красного вина. Под звуки болгарской музыки первым прибыл посол Республики Болгария в Молдове Георгий Панайотов. Несколькими минутами позже приехал Виталий Маринутся и представители НАТО. Первый пункт назначения по программе – центральный склад ядохимикатов. Там солдаты Министерства обороны и сотрудники управления чрезвычайных ситуаций в полной боевой готовности встречали гостей и свое начальство, чтобы погрузить в фуру последние килограммы сухих пестицидов. По истине исторический момент. Сейчас солдаты Министерства обороны пакуют и отправляют в фуру последний контейнер с сухими ядохимикатами. Сейчас центральный склад нашего города практически полностью избавлен от сухих пестицидов. Программа только начиналась. На центральной площади почетную делегацию встречали жители города и президентский оркестр. Ведь этот день стал настоящим праздником. Своего рода награда за труды, которые были положены, чтобы достичь такого результата. Очень много было тревог, очень много было забот. Вы все об этом знаете. И пожар в 2007 году, и постоянное напряжение, которое сопровождало жителей с нахождением этого смертоносного груза. Я сегодня с радостью констатирую, что эти проблемы уже остаются в прошлом. И все это уже было сказано, стало благодаря тесному сотрудничеству, тесному партнерству большого количества людей. Начиная от правительства Республики Молдова, Министерства обороны. И, конечно же, благодаря той программе, в рамках которой реализован этот проект, программы НАТО «Партнерство во имя мира». Свою благодарность представителям Североатлантического блока выразил и председатель района. Для его жителей это значимое событие, говорил Александр Горановский. Мы благодарны жителям района и Тараклии, особенно представителям НАТО, выделившим средства на утилизацию и вывоз этих смертоносных остатков былой роскоши. И в конечном счете у нас земля в районе Тараклии, начиная от Вардицы, Валепежи, Кортина, Тараклии, Кайроклии, всех-всех населенных пунктов, заражена на многие десятилетия. Никто не знает, сколько ушло в почву и сколько ушло в воду. Партнерство НАТО и Молдовы насчитывает более 10 лет. По одному из первых проектов блока в нашей стране были собраны и складированы все ядохимикаты. Сегодня мы празднуем первый результат финальной фазы этого проекта и мы уверены, что находимся на правильном пути сделать Молдову более безопасным местом. На самом деле Молдова является одной из первых стран, которая приняла на свою землю проект НАТО по укреплению доверия. С поздравлениями выступил и посол Болгарии, страны, которая стала членом НАТО в 2004 году. Я поздравляю вас с сегодняшним событием, повоза последних остатков пестицидов. Это означает, что окружающая среда в районе терапии будет более здорова, люди будут здоровыми. Эта программа осуществляется вместе с партнерами страны-членов НАТО. Создался договорительный фонд всей европейской страны. Свою роль в проекте сыграло и правительство Республики Молдова. Вместо премьер-министра, который должен был приехать, прибыл его советник. Для реализации этого проекта правительство выдало 325 тысяч евро. Это немалые деньги, но они стоят для того, чтобы жизнь на нашей земле была свободной от отравы, чтобы мы радовались той окружающей среды, которая заслуживает, чтобы давала нам здоровье и возможность развиваться самим и растить наших детей. Тараклия стала первым пунктом вывоза яда химикатов в проекте НАТО по программе «Партнерство ради мира», которой Молдова присоединилась в 1994 году. Сегодня Тараклия уже освобождена от пестицидов. Не от всех еще. Конечно, нам еще предстоит работать над жидкими пестицидами. Но не должны забыть, что еще в 15 районах находятся вот эти пестициды. Последняя фура с сухими пестицидами была проведена в последний путь из Тараклии прямо с центра города под музыку президентского оркестра. Вслед ей махали жители Тараклии. Эти проводы прошли без каких-либо сожалений. Во-первых, хочу поздравить всех наших граждан города о том, что мы избавились в конце концов от химикатов. И хочу поблагодарить всех жителей, которые в прошлом году начали собирать, подписались под письмом, которое мы отправили правительству. Столько лет живу в Тараклии. И как учитель биологии, естественно, говорю, что это, наверное, грандиозное событие, что здесь в Тараклии у нас произошло. Сегодня мы проводили вот последнюю машину с сыпучими ядохимикатами. Но вы понимаете, что это в первую очередь здоровье наших детей. Люди, которые думают об экологии, о своем здоровье, они не побоятся остаться тут в жизни, употреблять ту же самую простую воду, употреблять ее дома, при закатках, при стирке, чтобы не бояться заразиться, либо приобрести какую-нибудь хроническую болезнь. Праздник продолжился выставкой военной экипировки и вооружения национальной армии и полевой кухней, где любой желающий мог согреться горячим чаем и гречневой кашей.